всем привет меня зовут паша дубинин переходим ко второму уроку на котором мы рассмотрим буквально по кубикам различные варианты архитектур от простых небольших пилотов заканчивая крупными проектами enterprise уровня ну а начать стоит с того что мы вспомним что datalands это исключительный инструмент визуализации данных то есть он себе данный не хранит в нем нет встроенного и теле инструмента эти задачи нужно решать внешними компонентами платформы данных яндекс облако если говорить конкретно с какими источниками и как работает яндекс datalands то можно посмотреть на текущий слайд в левой части видно что с базами данных клика у спас грей гринплом и другими datalands работает по принципу пушдаун запроса на каждый отчет на каждый график datalands генерирует аналитический запрос который отправляется в базу результат уже отправляется в datalands в виде какого-то агрегированного набора данных который уже представляется виде графика диаграммы и визуализируется на дэшборде соответственно с файлами и с google шитами в том числе datalands на самом деле работает по принципу такому что он сначала сохраняет файл во внутренний storage и работает с ним уже оттуда но такое хранение не является рекомендуемым для большого объема данных это скорее для небольших пилотов и проектов обучения но и в правой части слайда вы видите подключение к метрике от метрики другие специальные типы подключений они уже более сложные в реализации чаще они работают на подключение к api их мы в этом уроке касаться не будем давайте рассмотрим реальную историю заказчика который решил просто попробовать datalands но загрузив какой-то обычный файл csv или подключиться google штамп да это можно сделать напрямую причем можно использовать полностью бесплатный datalands за облако вообще ничего не платить и для сценария пилота чтобы попробовать возможности datalands конструкторы визуализации дэшбордов этого более чем достаточно однако если есть необходимость автоматизации обновления данных например уже csv нужно складывать например какую-то базу данных случае с яндекс облако наверное такое самое простое универсальное и доступное средство это управляемая база данных для пасгрей сквей то есть буквально в несколько кликов вы можете развернуть свою базу пасгре в которой уже различными способами можно загружать csv кстати пошаговое руководство по быстрому старту по работе с пасгрей сквей загрузкой туда csv и даже базовой автоматизации вы можете найти в полезных ссылках под этим роликом csv можно конечно да грузить в менедж пасгрей сквей но если задуматься то csv приходит какой-то системы источника и вообще говоря логичнее использовать ну какой-то более автоматизированный способ чем передачу через файлы то есть csv и файлы не всегда являются эффективным транспортом при интеграции данных предположим что система источник это какая-то crm erp или учетная система скорее всего у нее есть api используя которой можно данные выгружать в менедж сервис в пасгрей сквей уже автоматизировано для этого можно использовать наши сервисы яндекс облака такие как cloud functions дата сфер какие-то собственные скрипты или даже инструменты которые есть у нас в маркетплейсе например лоджином по лоджиному у нас есть тоже детальная пошаговая инструкция и записанный вебинар от нашего партнера евгения стучалкина можете посмотреть в описании этого видео буквально пару слов cloud functions это инструмент который позволяет в яндекс облаке описывать скрипты которые будут выполняться в режиме serverless то есть вам не нужен отдельный инстанс виртуальной машины или какая-то вычислительная среда то есть вы пишете просто скрипт и его можете зашедулить то есть запланировать или поставить триггер по его выполнению и он будет соответственно дергать api и складывать данные в пасгрей сквей дата сфера это наш инструмент для ну прежде всего машинного обучения но по сути это юпитер ноутбуки которые также эффективно можно использовать для небольшой простой подготовки данных для импорта экспорта данных из систем источника через api и например там приземление в базу данных по сгре если данных немного если посмотреть на систему источник ну так с точки зрения архитектуры то скорее всего под ней есть какая-то транзакционная учетная база данных и разумное такое предположение у любого специалиста по аналитике по базам данных а что если я биоинструмент подключу напрямую то есть напрямую к транзакционной базе системы источника такое в принципе возможно причем здесь даже неважно эта база и сама учетная система находится в контуре яндекс облака или у заказчика на серверах или в каком-то другом облаке да то есть всегда есть механика подключение к этой базе напрямую если сама база и crm erp учетная система это позволяет сделать но здесь мы приходим к тому что дата лэнс будет отправлять свои аналитические запросы под каждый чат под каждый дашборд и грузить эту транзакционную базу аналитической нагрузкой это может привести к чему потому что во первых запросы будут отрабатываться медленно не всегда это будет вообще отрабатываться эффективно и транзакционная база она создана под транзакции и аналитические запросы могут даже замедлить обычную учетную деятельность этой базы и системы поэтому в любом случае такие вещи делать не рекомендуется напрямую но в некоторых исключительных случаях когда там отчетов совсем мало или нужно действительно real-time такое возможно то есть более рекомендованным скажем так способом является предварительно переливка данных из транзакционной базы ну например в такую же транзакционную универсальную но в яндекс облаке в тот же менедж сервис for postgreSQL для этих задач можно использовать инструмент вот который вы видите на слайде дата трансфера патч кавка дебезиум то есть дата трансфер это наш собственный инструмент который доступен в яндекс облаке в несколько кликов кавка это доступный как в качестве управляемого сервиса open-source проект ну и дебезиум тоже open-source решение для такой репликации данных которые тоже можно развернуть у нас в яндекс облаке такой подход позволяет как есть с минимальной нагрузкой на систему источник перелить данные в транзакционную базу в яндекс облаке работать уже с ней если данных становится больше и аналитические запросы более сложные то транзакционная учетная база в качестве источника для би они очень сильно подходят собственно поэтому мы рекомендуем использовать уже менедж сервис for clickhouse то есть это управляемый сервис для clickhouse который в яндекс облаке можно развернуть в несколько кликов здесь ну что сказать clickhouse изначально создавался для задач аналитики поэтому логично что аналитические запросы в нем будут выполняться быстрее при этом clickhouse создавался изначально для анализа логов событий кликстрима сайта ну потому что для даже яндекс метрика работает на базе clickhouse поэтому рано или поздно у многих встает задача идея как-то дополнительные источники в clickhouse грузить ну например логи с сайта с приложения и в этом сценарии как раз clickhouse может быть хорошей витрины данных для множества разных источников когда данных становится много именно исторических данных чтобы эффективнее их обрабатывать чтобы эффективнее хранить и использовать для этого более дешевое хранилище можно использовать функционал который есть исключительно в яндекс облаке для clickhouse который называется hybrid storage он позволяет холодные данные автоматически отгружать в холодное объектное хранилище яндекс object storage и использовать его точно также прозрачно для аналитики для отчетов для бизнес пользователей но из холодного вот этого object storage данные будут подниматься только в том случае когда к ним действительно есть обращение в этом случае у вас и горячие данные будут быстрее подниматься и обрабатываться ну и вы существенно сэкономите на стоимости решения если данных источников становится больше и нужна какая-то более сложная предварительная обработка данных то здесь может на помощь прийти наш сервис data prog который состоит из ходу из парка для эффективной предобработки и хранения разнородных гетерогенных источников его можно использовать как раз в качестве такого предварительного хранилища в котором варятся данные и готовятся аналитические витрины которые загружаются уже в управляемый сервис для кликхауса в качестве корпоративного стандарта для такого хранилища многие используют гринплан он же есть у нас и в яндекс облаке его можно тоже развернуть достаточно быстро и многие заказчики используют именно его потому что это полноценная реляционная база данных которая работает в режиме mpp и позволяет действительно сложную аналитическую обработку делать в хранилище гринплану можно обращаться как напрямую так случае с большим количеством пользователей и сложными аналитическими запросами которые они генерят можно через в витрину данных менедж сервисов о кликхаус если проект действительно крупный сложный и enterprise уровней такой мы тоже видим среди наших заказчиков разнородных источников много и сложная предварительная обработка повышенные требования к двх все это вместе то зачастую используется и дата прок ну потому что в него проще складывать сырые данные из источника как есть предварительно готовить в менедж сервис фогрин план например собирать историческое вычищенное нормализованное хранилище а затем уже в кликхаусе готовить быстрые аналитические витрины к которым имеет доступ до таленс его пользователи ну и наконец дата сфера для тех пользователей которые которым нужны дополнительные инсайты или которые используют методы машинного обучения это тоже неотъемлемый компонент решения на базе платформы яндекс облака вы можете его использовать и он может подключаться как кликхаусу к объектному сториджу может работать совместно с дата проком ну то есть по сути это инструмент который подключается к источнику при помощи вашего python кода вы можете генерить модели вы можете их выполнять делать расчеты и также складывать обратно в хранилище и соответственно на уровне дата лэнс уже их визуализировать в виде готовых инсайтов тех же дэшбордов и визуализации отчетов многие могут спросить и сколько это все вообще стоит на это есть хороший ответ у нас на сайте есть прайсинг калькулятор который позволит вам выбрать нужную конфигурацию оценить ресурс и получить оценку стоимости прайсинг калькулятор можно найти внизу под этим видео в полезных ссылках ну а мы давайте посмотрим буквально на пару примеров готовых конфигураций и их стоимости первое это школа английского языка который требовалась аналитика над crm-системой они при помощи клауд функций забирали данные из а мы crm из api складывали эти данные в управляемый сервис click house и визуализировали данные в яндекс дата лэнс месседж q использовали в качестве такого временного буфера чтобы в click house данные складывать пакетами стоимость вы видите на экране то есть это порядка 4000 рублей за весь проект ну с точки зрения стоимости сервиса расчет здесь был произведен партнером по фактическому потреблению на проекте в это октябре 21 года другой пример уже такой более серьезный интерпрайз архитектуры в которой есть и дата трансфер менедж сервис for green plan на 10 терабайт кликаус для быстрых витрин на 5 терабайт холодное хранилище object storage на 20 терабайт данных есть и дата сферы и дата лэнс дата сферы для машинного обучения и в совокупности такой проект такое хранилище и визуализация данных уже может стоить порядка 1 миллиона рублей в месяц и так давайте подведем итоги визуализация данных это только верхушка айсберга корпоративно-аналитической платформы при этом ну все что снизу оно может быть действительно собрано из разных компонентов которые доступны в яндекс клауд дейта платформ при этом быстрый старт итеративное развитие оплата по факту использования ну и фокус на бизнес задачах а не на рутине администрирования поддержки всех этих компонентов делают яндекс дата платформ фактически идеальным решением для построения аналитики в облаке ну а на этом все ждем вас на третьем уроке но предварительно изучите все полезные ссылки внизу этого ролика